шалом еврофаны с вами Наталья и Настя и мы вернулись на канал мы вернулись, а куда мы вернулись? на ваш путь к Евровидению вы ждали вы нас просили, вы писали нам, чтобы мы вернулись на канал но наш канал, к сожалению, был удален очень странная причина, которую нам писал ютуб это за мошенничество, спам и введение пользователей заблуждения как вы думаете, мы этим занимались или нет? мне кажется, что нет если занимались, подписывайтесь вообще к нам не подписывайтесь, занимаемся обманом, вводом, заблуждения все боим какую-то ерунду, походу вообще, это очень грустная история мы немножко с Натальей упали в духом да, мы подуныли, потому что очень много сил и энергии положено в этот канал и просто все это произошло буквально за какие-то пару секунд до начала национального отбора страны одной, да одной, да, флаг вы увидите вот здесь но, чего быть, того и не унывать мы решили, что надо взять себя в руки, не унывать а продолжать проще дело, потому что вы нас очень поддерживали вы писали, что мы можем стать однажды когда-нибудь вторыми виви-блоксами почему вторыми виви-блоксами? мы можем стать русскими виви-блоксами и сейчас у нас нет возможности создать новый канал пока что поэтому мы решили, что мы будем добавлять это видео на наш канал вот, на один из них поэтому можете посмотреть и предыдущие видео вот мы думаем, что делать со старыми видео может быть, вам их куда-нибудь выложат, чтобы вы могли их посмотреть например, вконтакте или в фейсбуке напишите нам, если хотите, снова и снова посмотреть наше видео а мы начинаем, потому что новостей набралось очень много Настя, начинай ну, самая главная новость, мне кажется, без которой ну, вот, не знаю, вот те выходные бы не состоялись а завершился национальный отбор а Португалий и поехал КОРАСИВЕСА короче, что мы думаем про эту песню? что мы думаем, что это действительно песня, которая может выиграть которая может выстрелить на Евровидение потому что, во-первых, Конан сам написал слова Конан сам написал музыку Конан сам сделал всю эту постановку у него потрясающий костюм у него потрясающий мужик на потанцовке это офигенное шоу и, как я знаю, и как я смотрю по комментариям оно вызывает два восприятия это либо ужасно, либо вау вот, у нас это явно вау и мне кажется, что и в финале это будет тоже вау а я думаю, что он пройдет в финал и я думаю, что этот достойный конкурент даже может быть Сергею Лазареву посмотрим, что же будет в Тель-Авиве потому что мы очень рады за него, что наконец-то заявку, которую нам нравится не слили в отборочных турах а он действительно поехал и номер, который был в финале он даже был более ярким потому что они все были в белых костюмах и настолько все классно продумано это роза сзади, мне так нравится это есть, короче, все очень интересно гармонично и ты смотришь, ты просто, мне кажется, в какой-то транс погружаешься вот это фадо, это что-то современное, необычное вот эта музыка вот это... извините, конечно, может там не так звучит и когда было объявление всех результатов когда все другие участники присоединились на сцене к... Коно Назирес хотела сказать, что Сальвадор собрал в общем, они вместе начали танцевать и даже вместе упали в конце это было очень эпично вот вообще, мне кажется, что он похож на Сальвадору собрал своим чем-то необычным и очень, как сказать, отрешенным другим, то есть получается относительно всех участников но мне кажется, это как раз-таки его выигрышный пункт поэтому посмотрим, стрельнет ли он из своей стрелы попадет ли он в сердце зрителей и мне кажется, что у него есть шанс и это мне очень болеет потому что Наташа знает у меня такая фишка что если кто-то появляется ну, в последнее время мы просто представители мужского пола и если я тащусь, это все, пипец это в прошлом году это был датчанин боже, боже, я сходила с ума по этому рыжему мужику а в этом году ой, португальцы да и кроме того, мы даже не против вернуться в Португалию потому что организация Евровидения в Лиссабоне в прошлом году была на высшем уровне все было подготовлено идеально город идеально готов к проведению еще одного Евровидения цели были идеальны билеты были уже представлены идеально, просто мы уже в земной евре все заранее по очень дешевым ценам кстати, о билетах наконец-таки 28 февраля примерно в 3 часа дня за несколько часов до окончания их предполагаемой даты что мы выпустим билеты от продажи до конца февраля они делают заявление Евровидения, что сегодня вечером будут будет проводиться распродажа билетов и билеты таки появляются и мы даже встали в очередь чтобы посмотреть, сколько же стоят эти билеты мне повезло я была девятисотой Наташа была вообще шестидесяти тысячной и так мне повезло даже не спрашивать и я просто зашла, наверное, через десять минут после того, как все это началось и я стала вообще девятисотой буквально через десять минут я вообще была пятнадцатой и я попала на сайт для покупки билетов и, честно говоря, ребята говорю коротко и понятно репетиция фэмили шоу финала минимальная цена этого билета будет стоить десять тысяч рублей до свидания всем до свидания то чувство, когда мы в Португалии брали на жюри финал за три тысячи рублей прямо за Гринрумом прямо за Филиппом Киркоровым мы сидели в прошлом году и это были потрясающие места с обалденным видом всего лишь за 42, мне кажется, евро кроме того мы существенно сэкономили на билетах и на гостиницах потому что бронировали все заранее а здесь получается все очень, к сожалению, дорого финал вообще стоит от 18 тысяч на самые задние места до 32 тысяч это даже дороже, чем то, что они заявляли ранее когда только описывали, что билеты появятся в продаже кроме того, были зафиксированы попытки продажи билетов лицам из Израиля которые являются богатыми людьми, знаменитостями вот эти самые лучшие билеты, которые находятся в Golden Circle вокруг сцены их выкупили люди, которые приближены к шоу-бизнесу Израиль и на данный момент билеты приостановлены к продаже тоже достаточно странное поведение вообще, как такое могло случиться получается, люди покупали билеты, бронировали все заранее я думаю, что это не полторы тысячи человек это достаточно серьезная цифра но, блин, получается, что билетов купили было не всего ничего, потому что все остальное раскупили богачи! да израильтяне и даже те люди, которые из других стран мира, которые имеют деньги, чтобы пойти на эти места им просто эти места, может быть, не достались это достаточно странно и я думаю, что это уныло и это полностью не входит в дух конкурса потому что конкурс объединяет людей из разных стран а, как мы знаем, из семи с половиной тысяч билетов только полторы тысячи были доступны для продажи иностранным гражданам на каждое шоу он не для израильтян он для всех и почему-то об этом забывается ну и вообще, в принципе, я уже об этом говорила в видео и Наташа говорила об этом не раз что все, все очень плохо с подготовкой, с организацией, с ценами, которые просто взлетели до небес поэтому не знаю, сможет ли все это окупиться для Израиля мне кажется, Лиссабон просто выиграл во всем, в чем можно не стоит забывать, что еще будет вечердайзинг поэтому я думаю... он уже, кстати, появился в продаже на акционе сайте там будет нереальный денег но... просто мне писала девочка, что она купила билеты и она купила билеты, ну, самое дешевое, с десять тысяч, честно говоря, мне очень мало меньше только денег и я считаю, что... особенно в сравнении если бы мы не знали, сколько они стоят на самом деле так как нам есть с чем сравнить и, согласитесь, с три тысячи и десять это очень значительно особенно учитывая, что это даже не жюри-финал, а хэм-душоу просто хэм-душоу которое просто, знаете, это, конечно, будет репетиция в костюмах, но... это не то там даже никто не судит это будет не такой накал страстей, поэтому... ну, это явно не то давайте перейдем от этой грустной темы Израиля к следующим заявкам и на выходных прошли отборы многих стран в том числе Финляндия выбрала одну из трех песен которые будет исполнять Дарут на Евровидении в компании с Себастьяном или как его зовут, я не помню Итак, песня, которая выиграла это песня Look Away 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 Да, кстати, многим слышится Milky Way Вам слышите Milky Way? Мне кажется, мы просто хотим есть Вообще, мне песня нравится и выбором я довольна ну, попадание в финал, конечно, это сложно все назвать но, приятно но, приятно но, учитывая других исполнителей и общий уровень конкурса в этом году все вполне возможно ну, какая-то, мне кажется, какая подготовка такие песни говно подготовка, говно песни плюс все совпадает но, естественно, есть представители которые не разочаровали вот вот вот, да также хочется сказать, что есть исполнители которые очень удивили и удивили тем, что их выбрали и жюри из Ризы и это исполнители из Исландии и это группа ХАТАРИ нет, мы должны были по-другому сказать ХАТАРИ ну, потому что, ребята, я читала комментарии и я предстою, видимо, понимать этот мир в целом потому что, когда выступает группа в каких-то, я не знаю, в латексе с какими-то шубами, без рожей просто, которые просто в уху ты думаешь, что человек может больной может и лечиться надо иди полежи, полечись а он выступает ИНСТРЕЛЬВЕМ ПАРАХ ТАНТАНТ СВАСКИЙ ПАРАНГЛЫЙ СВАСКИЙ ПАРАНГЛЫЙ СВАСКИЙ ПАРАНГЛЫЙ ну, нахер Отец ну, ты видел, видел отец чёрт возьми ну, залезь обратно туда и молчите, пожалуйста молчите, молчите, пожалуйста не надо вылезать зачем 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 потому что я думаю, что многие будут сидеть и делать этапы но самое страшное, что многим это нравится многие считают их претендентами на победу и сейчас в Буках они взлетели мне кажется, с девятнадцатого места на четвёртое и даже Сергей Лазарев потерял одну одну позицию нет, не одну позицию первую он потерял один процент то есть было семнадцать процентов выигрыша осталось шестнадцать то есть и Силандия у него немного забрала люди начинают в комментариях писать Рикявик 2020 самая лучшая песня вот он победитель найден для меня как бы какая-то песня это в принципе не музыкально допустим возьмём Лорди в 2006 году там была и музыка и шоу и фейерверки в конце и всё вместе дало такой эффект слушайте, я хочу сравнить блин, Лорди это действительно как говорит Наташа это было всё очень музыкально это запоминалось да и сейчас могу песню напеть спустя столько лет а это просто извините меня плюс еще эти ребята очень политизированные они хотят устроить какие-то политические провокации акции вообще не хотелось бы говорить ни о политике ни о чём но слушайте вообще меня все это очень пугает потому что появился представитель группы и уже он выбран да вчера он был выбран это исполнитель Гота со своей песней патриотической о Грузии я к сожалению грузинский язык не знаю но вчера уже появились сообщения о том что песня содержит какой-то подтекст связанный с тем что как бы нужно прекратить войну между государствами больше ничего не сказано да и не хочется больше говорить просто опять какая-то политика вот к ней привлекается внимание совсем не хочется этого на конкурсе почему такие песни выигрывают да еще с таким перевесом там практически сорок по-моему четыре процента людей голосующих будет только за выбор его по мне песня достаточно агрессивная вот это все конечно это здорово что такой патриотизм сзади куча флагов и все такое но мне показалось что человек хочет напугать чем-то честно это все чересчур это не нужно никому просто откуда такой я не знаю такое желание петь о политике ну слушайте ну блин мы с вами находимся на музыкальном конкурсе мне кажется надо петь хотя бы о своей семье о друзьям о любви ну елки-палки столько прекрасных вещей а вы поете о политике какой-то оккупации как кто-то делал например ну это не столь уже важно ну просто зачем плюс еще даже если не брать песен то зачем вы как хатари аруту что вы проведем политические там митинги провокации акции мы будем готовы к тому что нас дисквалифицируют блин а зачем вы вообще сюда пришли если вы готовы чтобы вас дисквалифицировали потому что вы показываете уже ни себя ни группу хатари вы выступаете как страна Исландия и если дисквалифицируют их дисквалифицируют Исландию это точно а я считаю что это достойная страна на конкурсе которая не подводила и тот такой и думаешь да что происходит почему люди за это голосуют что-то пошло не так мне кажется да так же на этих выходных был выбран представитель от Норвегии и это группа Кейно что ты думаешь об их исполнении вообще я вам уже говорила и не раз что я ничего не в восторге меня все очень разочаровывает меня Грузия разочаровала хотя я на нее делала вставки и понимаете и я не понимаю в том году с ними прекрасную песню Бент и Ра кто помнит называется Шене Гулесдив по-моему если я правильно проговорила как перевод во имя Лви и Слини такую песню и в этом году едет извините меня просто шва блин я не понимаю мне не нравится ничего что я выходит кроме испанцев французской девушки из Алмании а кого-то даже исполните Португалии конечно вот кто еще кто еще как бы англичанин очень хороший слушайте перечитать по пальцам по сути человек 4 5 это все кого бы мы спустили в финал все мы спустили да я бы всем сказала до свидания но на самом деле может быть они просто расчитают дорогу для Сережи Лазарева я не знаю в чем загвоздка этого года потому что пока что я не вижу вообще ни одного представителя который мог бы сравниться даже с не имеющейся песней потому что зная какого вокала может добиться своей песни Сергей Лазарев и даже появился кусочек начала песни в пятницу потому что в пятницу были первые репетиции номера Сергея Лазарева фокус евангелинец приехал в Москву специально для этого я вообще удивляюсь графику Лазарева потому что он одновременно и гастролирует и к евровидению готовится на следующее утро он полетел в Германию на песню года вечером он уже был в Москве с семьей сегодня у него концерт с Сергием Посаде может быть их несколько? мне кажется я не знаю у него есть длинники до 100% но невозможно в таком графике работать в любом случае отрывок вышел ничего не понятно кто-то пишет вауу кто-то пишет ужасно все очень но вообще больше положительных реакций и мне самой очень понравилось я поставила на репит и как можно слушать один секундный отрывок час это могу я вам рассказать потому что мне очень понравилось кроме слов you cannot make me cry ничего не я ничего не ставила ничего не скачивала потому что очень сложно судить о чем-то за 11 секунд я это немножко не понимаю но в любом случае нас уже сделали такой небольшой вброс пошла реакция пошел пошел вот это кипение так что скоро 8 марта женский праздник а говорят что именно 9 будет презентована эта песня если не живой вместе с клипом на шоу привет Андрея кстати говорят да я тоже об этом слышала поэтому 9 числа я думаю что как раз будет 17 минут скорее всего с представлением нашего участника можно глянуть кстати в программу для этого мы наверное узнаем эту песню ну мы точно узнаем что это 10 марта потому что 10 марта находится дедлайн для подачи всех заявок поэтому совсем скоро мы узнаем все оставшиеся страны которых осталось всего лишь 5 мы не знаем всего 5 исполнителей это Швеция это Азербайджан это Армения не помню какие еще страны вы наверное точно знаете какие страны совсем скоро представят свой клип Мики лавенда 7 марта лавенда да насчет Мики самое просматриваемое видео на нашем канале еще я желаю всегда да может быть Мики выпустит свою новую лавенду которая претерпела изменения и может мы с ним сделаем обзор кто знает кто знает в общем новостей у нас целая куча мы очень рады что вы снова с нами мы рады что мы с вами мы возвращаемся потихонечку хоть это бывает и непросто и обильно но мы берем себя в руки мы обещаем что мы будем работать улучшать себя и делать все для вас то что мы делаем мы очень любим нам нравится мы любим вас потому что вы нас вдохновляете вы нас заставляете поднять свои задницы и пахать это правда потому что было ощущение что уже можно было все бросить но вы нам этого не дали мы писали операционные письма мы пытались восстановить ничего не получилось поэтому мы решили что будем продолжать здесь будем продолжать так как есть потому что главное это вы да поэтому мы хотим чтобы вы не забывали что мы на пути неверо не забывали всем пока 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 и подпишитесь на эти каналы где вы должны быть делитесь этим видео со своими друзьями потому что мы все начинаем с чистого листа нам нужна аудитория и вы наша самая большая поддержка опора спасибо вам большое за все что вы для нас делаете вас хоть немного но это самые дорогие наши подписчики которые могут быть спасибо вам большое да спасибо большое пока-пока пока-пока пока 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 пока